Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Признаться, я чувствую себя в двояком таком положении. Мне очень неловко за мое видео, последнее, которое я выпустила. Во-первых, я допустила действительно информационную ошибку, сейчас я о ней отдельно скажу. Но и самое главное, что меня печалит и расстраивает. Я никак не ожидала, что видео, где я покажу гуляющих людей, прогуливающихся людей, где я расскажу о том, что нет, у нас не выписывают штрафы, и у нас нет постоянных контролей. Более того, я за все это время не видела ни одной проезжающей машины, патруля, которая бы в громкоговоритель предупреждала о том, что нельзя выходить, которая бы останавливала людей и, допустим, штрафовала, либо пыталась разъяснить им определенные нормы, которые сейчас никому нельзя нарушать. И мне кажется, что таким образом я как будто бы дискредитировала сама же свой город, хотя на самом деле я хотела дать совершенно иной посыл. И сегодняшнее видео будет посвящено тому, что да, сегодняшнее общество, я это почувствовала, в первый раз и как никогда итальянское общество совершенно точно раскололось на две половины. На тех людей, которые за то, чтобы предписанные нормы, внимание, которые очень часто до сегодняшнего момента, точнее это произошло чуть ранее, я не отследила этот момент, носили именно рекомендательный характер. И до сих пор, например, выход из дома, точнее не выход из дома, носят все-таки рекомендательный характер это предписание. То есть нет запрета до сих пор на то, чтобы люди выходили на улицы. Очень многие синдаку, получается, очень многие мэры, как мэр Рима, за то, чтобы закрыть публичные какие-то парки, прогулочные зоны, там, где их можно закрыть, чтобы все это произошло. Соответственно, мы находимся на самом деле в положении, когда общество не только гражданское, но и, скажем так, административный ресурс, он тоже делится совершенно точно на две категории. Все закрыть, выходить нельзя, сидим там, где, в общем-то, мы проживаем. И другой контингент людей, которые в меньшинстве, которые, конечно же, не спешат, что называется, открывать рот и высказывать не просто свою точку зрения, а задавать вопросы, очень и очень логичные вопросы, которые изначально касались, допустим, незакрытия рынков или потом закрытия рынков. Кстати, у нас завтра, во вторник, снова будет рынок, нам об этом сообщили в газете, в Падаванской газете, что произошел консилиум, совещание, прежде всего, производителей, я много раз тоже в своих видео рассказывала с другой тематикой, у нас есть понятие производителей 0 километров, то есть это прежде всего некая инициатива, которая позволяет поддержать агрикультурных производителей нашей местности. Мы покупаем чуть-чуть дешевле овощи и фрукты, иногда они чуть-чуть похожи выглядят, как многие раскритиковали картошку на видео, но это вот местного действительно производства, мы надеемся, что все это производится так, как, в общем-то, должно произрастать в природе, но это не биосертифицированная продукция, и, в общем-то, местные производители обеспечивают нас своими сырами, своими овощами, которые выращивают, и, в общем-то, все-все-все, что это может быть, любая животноводческая продукция, любая агрикультурная продукция, и, конечно же, из-за того, что нет, скажем так, накладных расходов на перевозку и хранение, то есть с утра собрали и с утра же продали, именно так действуют итальянские рынки, километров ноль, по крайней мере, в нашем регионе, соответственно, за счет этого цены действительно существенно ниже, очень многие люди покупают на рынках, и завтра этот рынок состоится, потому что было принято решение, что, да, при соблюдении вот таких норм будет произведена ограда от банку, получается, от прилавка, будет отведен один метр расстояние, и, опять же, будут, скорее всего, выставлены плакаты, я зато схожу на рынок, мне нужно, и заодно, надеюсь, что смогу поснимать, так вот, будут выставлены, скорее всего, плакаты о том, что друг от друга на расстоянии одного метра нужно держаться, и, кстати, один из вопросов, который очень часто звучит, и, что называется, повес в воздухе, кто-то мне написал, Яна, откуда вы все это знаете, вы же из всех чатов, даже детских, выписались, я, на самом деле, в чаты вписалась, и сегодняшнее видео как раз-таки будет записано по материалам, прежде всего, родительского чата, чата школы, куда ходит Егор. Так вот, изначально очень много вопросов было, вы знаете, мне не удалось вспомнить, по поводу чего было много вопросов, и это из разряда того, что, например, у нас до сих пор функционирует транспорт в нормальном своем режиме. Кто-то мне написал, кто живет во Франции, что во Франции подобное несокращение количества рейсов было объяснено тем, что, да, фармацевты работают, врачи работают, не у всех есть машины, им нужно добираться до своего места работы, это все действительно логично, но тогда можно было оставить чистоту рейсов в утренние часы, в обеденные часы, когда люди возвращаются, возможно, на обед в Италии, это так, и в вечерние часы, но наши автобусы сходят с той же самой чистотой. На самом деле, вот очень много таких моментов, которые очень многих людей вызывают вопросы, именно поэтому люди не недооценивают ситуацию. На самом деле, здесь нужно очень четко понимать, что те, кто, скажем так, якобы, именно якобы нарушают, прежде всего, неимперативные нормы, это не те люди, которые являются злостными нарушителями по своей сути, и, наверное, я себя могу, безусловно, к ним отнести, и свою семью. Это прежде всего люди, которые, ну, будем называть вещи своими именами, не верят в ту статистику, и в то, что показывается, и в то, что транслируется, и в то, что передается. Вот как-то, наверное, так. И на самом деле, сейчас общество действительно здесь, в Италии, начинает делиться, и очень-очень вот эта вся ситуация меня расстраивает, потому что, таким образом, в общем-то, мы очень быстро дойдем и до доносов. Я увидела, что чьи-то дети гуляют, я взяла и позвонила, и мы очень быстро дойдем до доносов, потому что я видела, что с собачечкой вышел погулять, не у своего дома находится. Хотя, опять же, предписаний нет сейчас, я позже скажу чуть дальше видео об этом. Соответственно, мы так можем дойти до доносов, и, в общем-то, до гражданской войны нам тоже один шаг, потому что мы все должны понимать по поводу этих штрафов. Я тоже искренне не верю, что людей штрафуют, потому что люди месяц находятся, практически месяц находятся без работы очень многие, потому что они были вынуждены остаться с детьми дома. А сейчас очень многие, да, вынуждены не работать, потому что таковы предписания, которые, таковы указания, которые необходимо соблюдать. Это императивные указания по поводу производства, например, кто занят непосредственно в производстве каких-то товаров, те могут посещать работу, она не сокращена в своем объеме, в то время как те же самые предприятия, административный ресурс, который обеспечивает деятельность этого предприятия, все удалены, либо работают, что называется, смарт-вокинг через дом, либо вообще не работают. То есть как все это регулируется, пока тоже очень непонятно. По поводу поддержки государства. Я примерно две недели назад прочитала, потому что мне тоже было интересно, дети месяц дома. Ясли в Италии стоят почти 600 евро. 580 евро – это средняя стоимость яслей, которые платятся ежемесячно той или иной семьей. Как правило, в семье двое детей. Один посещает детский сад, другой ребенок посещает ясли. И мне было интересно, дети не посещают уже месяц детский сад, месяц сады не посещают, и платные школы тоже не посещают. И вот правительство опубликовало, скажем так, обращение о том, что будут сокращены наполовину стоимость детских садов, яслей, школ и так далее. Хотя нет, я здесь не точно сказала. Речь шла только о яслях и о дошкольных учреждениях, о детских садах. И что вы думаете, на днях мне присылают письмо из детского сада, где нам говорят, что наша рата, то есть наша стоимость, мусор все выбрасывают, никто не от меня выброс мусора, что наша стоимость детского сада сокращена на 40 евро. Внимание, на 40 евро. Я прекрасно понимаю, что воспитатели, которые остались без работы, должны получить свою заработную плату в полной мере, либо не в полной мере. Это не мне решать. Но у меня возникает большой вопрос, как он возник у очень многих родителей. Неужели питание, которое, скажем так, не потребляют наши дети в детском саду, либо в яслях, я по поводу ясля не могу сказать, сколько им урезали, скажем так, от месячной стоимости, я говорю, за свой детский сад. Но неужели питание моего ребенка из стоимости общей 180 евро, мы платим именно такую сумму в месяц, питание моего ребенка, скажем так, свет, вода, который он не расходует, это всего 40 евро, а все остальное, получается, идет на зарплату. То есть очень у многих вот такой вопрос возник, и очень-очень много вопросов по поводу поддержки, бизнеса малого, как все это будет развиваться и так далее. Но начала я совершенно с другого. Я начала с того, что сегодня я получила вот такое сообщение, на самом деле я хотела вставить очень много официальных новостей, но вижу, что видео получится вот таким образом очень длинным. Я вынесу все официальные новости в другое видео, где прямо-таки по декрету прокомментирую, что можно, чего нельзя. Единственное, что скажу здесь, что я ошибалась по поводу баров и ресторанов. Действительно, они принудительно закрыты. Бары могут быть открытыми, бары, кафетерии в определенных местах. Это прежде всего станции, внимание, на станциях железнодорожных, а также в аэропортах могут функционировать и работать. Как бы странно, вот для меня это ни было, но тем не менее там бары могут быть открытыми, продолжать работать. Автогрили, так называемые, которые находятся на дорогах, они тоже все открыты. У них обычный режим работы. И также бары и кафетерии, получается, на заправочных станциях тоже могут оставаться открытыми. И также бары и кафетерии в больших госпиталях, то есть, возможно, в каких-то больших амбулаторных структурах, там тоже сохраняется право ресторации. Единственное, что здесь я не уточнила, только сейчас мне пришло в голову уточнить, сохраняется ли обычный график работы, либо он с 6 утра до 6 вечера. И, соответственно, вот о таких новостях, детальных по поводу выгула собак, в том числе, я расскажу вам в другом видео. Так вот, я получила сообщение, где один родитель, достаточно резко, говорит о том, что все мы, в общем-то, кто гуляет с детьми, кто позволяет своим детям вместе делать уроки. Внимание, в недавнем своем видео я сказала, что да, дети делают вместе уроки. И не знаю, как даже это прокомментировать, потому что до недавнего момента запрета на это не было. Опять же, если он и был, то как его трактовать? Нельзя собираться в группы, допустим, в парках, в каких-то общественных местах. Но, кстати, я совершенно точно и достоверно знаю, что итальянцы, итальянские мамочки ходят друг к другу в гости. Я это знаю, потому что я нахожусь в чате. И вот, соответственно, возникает вопрос, что лучше, когда люди собираются все-таки в непроветриваемых помещениях, потому что жизнь такова, когда у тебя двое маленьких детей, и у твоей соседки двое маленьких детей, но, скорее всего, вы позволите все-таки вместе какой-нибудь час времени себе вместе провести. Соответственно, что безопаснее, вывести детей на улицу, у нас сейчас солнечные дни и достаточно высокие дневные температуры, либо, в общем-то, вот так вот, что называется, насквоз, то спрятанным образом ходить друг к другу в гости. А итальянцы ходят друг к другу в гости. Так вот, получилась ситуация очень близкая к доносу, потому что кто-то узнал, безусловно, от своих же детей, что кто-то с кем-то делает уроки, а делали уроки, ну, практически все, вот, не знаю, 30 человек в классе, 28 человек ходило друг к другу в гости. Это совершенно точно для того, чтобы коллективно делать уроки. И, соответственно, мы получили все родители вот такое письмо, обращение другого родителя. И, внимание, тон этого сообщения, он совершенно точно говорит, что этот человек относится к первой группе людей, которых я описала, которые считают, что... Вообще я, на самом деле, вот очень часто из моего жизненного опыта могу сказать, что когда мы звоним педиатру, везем, допустим, своего ребенка педиатру, либо когда вот мы сами едем к доктору, но на самом деле это не всегда связано с медициной, это очень много других, может быть, ситуаций жизненных, очень часто мы делаем не что иное, как перекладываем свою собственную ответственность и страх за эту ответственность на людей, которые якобы нам должны, должны помочь. И, скорее всего, мы думаем, что они нам и помогут, но это не всегда так. И вот то, что сейчас происходит, вот это поголовное следование, скажем так, каким-то нормам, боязнь того, что кто-то это нарушает, боязнь настолько сильная, что можно, скажем так, и карабинерам позвонить и сказать, а вы знаете, вот тут кто-то гуляет, а вот тут у соседей собрались и так далее, и так далее. Вот это все, на самом деле, разделило совершенно точно итальянское общество на две части. И сейчас я могу сказать, что я являюсь человеком, который, что называется, присоединяется к хэштегу «Ио Ресту Аказа», «Я остаюсь дома». Но не потому, что, и я много раз уже говорила, не потому, что вот я считаю, что угроза настолько серьезная, что прямо-таки меры, которые были приняты, они адекватны. Это мое личное мнение, и я имею на него право, и имею право высказывать никого, тем более никого не подстрекая своим мнением к какому-то действию, либо бездействию. Но могу сказать, что вот этот очень популярный хэштег вместе с песнями с балкона 18.00, кстати, в нашем городе никто не поет, и не знаю, продолжают ли петь в других городах, вот этот хэштег «Ио Ресту Аказа», который объединяет сейчас очень многих людей, я уверена, он объединит людей по всему миру, несмотря на то, что я получаю вот такие комментарии, продолжаю их получать. Сейчас очень многие объединятся, вот просто идеей, что да, мы все на одной планете, и мы все вместе, несмотря на то, что мы разные. Но это, на мой взгляд, сейчас уже какая-то спекуляция на тему. И могу сказать, что мои дети и я остаюсь дома прежде всего потому, чтобы не стать изгоями в этом обществе, где очень-очень много напуганных людей, где очень много людей, которые, наверное, не всегда могут проанализировать ситуацию, не всегда хотят это делать в силу, опять же, того вопроса, что очень часто гораздо удобнее переложить, скажем так, решение определенных вопросов на другие плечи. Вот мне сказали сделать так-то, я сделаю, что называется, с меня взятки гладки. Я почему сказала по поводу педиатра изначально? Я видела очень многие случаи здесь, в Италии, когда мамочки везут детей с огромной температурой. Казалось бы, ну оставь ты этого ребенка, ты уже позвонил, а оставь ты его в постели, ты уже позвонила педиатру. Педиатр сказал дать жаропонижающее. Но я вижу случаи, когда мамочки, ну настолько паникеры, что они вот этого ребенка бедного, у которого температура никак не спускается, настолько сильно он болеет в силу того, что он маленький ребенок, вот они все равно его везут из машины в машину, еще, как правило, второго ребенка за собой берут и сидят вот несколько часов в очереди к педиатру. Эту ситуацию я очень много наблюдала. Раз. Просто, видимо, для того, чтобы, ну вот, успокоиться и сказать, ну вот меня проверили, моего ребенка проверили, и все хорошо. Опять же, здесь, безусловно, всегда очень тонкие грани, но, по крайней мере, могу сказать совершенно точно, что сейчас, сейчас то, что я наблюдаю, меня расстраивает, вот честное слово. Я начала это, на самом деле, наблюдать уже в комментариях, и меня это очень расстроило, да, некоторые комментарии, но они прямо-таки вообще, я не представляю, как человек может написать, ага, сейчас-то нет возможности снимать свои стрит-стайлы, но посмотрим, как вы тут все будете жить, те, кто смотрит эти стрит-стайлы, те, кто их снимает. Вот какие-то такие комментарии и похлеще. На самом деле, я уже, когда начала их читать и получать, и не только под моими видео, я поняла, что некий раскол, он может в обществе действительно очень легко произойти. Но сейчас это то, что я вижу, что я вижу здесь в Италии. Поступили в этом чате вопросы на тему того, а вот как я могу выйти, просто выйти. Действительно, очень часто здесь в Италии мусорные ведра, точнее, мусорные баки находятся на расстоянии, не знаю, 500 метров от дома. У меня не такая ситуация, но я, когда жила в съемной первой квартире, такое было. Так вот, люди в этом чате, то есть это 30 человек родителей, возможно, 60, то есть он, она вот в этом чате, начали спрашивать, а как же мне выходить? И что вы думаете? Либо нет вообще ответов на определенные вопросы, либо люди дают ссылку, внимание, на газету. А вот на газету, ее как трактовка с законом, какая она была представлена, на которую ссылаются некоторые родители, и на сам закон, я сделаю, скажем так, обзор в отдельном видео, все будет достаточно детально, я надеюсь, что за момент записи, монтажа и выкладки видео ничего не поменяется, информация будет адекватной и достоверной. Но могу сказать, что я тоже от себя задала вопрос, услышав фразу в чате, точнее, прочитав фразу о том, что теперь перемещаться в машине можно, внимание, в количестве не более двух человек, один сидит спереди, другой сидит сзади. У меня на самом деле возник вопрос, откуда такая информация? То есть люди, которые, скажем так, сейчас стали в позицию упрекать других и учить других тому, что им делать и что им не делать, позволяют, например, у себя вот в таком чате выложить фразу о том, что да, оказывается, что и в автобусе, точнее, в автомобиле мы должны передвигаться в определенном количестве. Ну и я написала, вы знаете, у меня трое детей, и если я пойду к педиатру, я буду в машине четвертой, как мне в этой ситуации быть, вопрос, и написала, может быть, кто-то мне даст ссылку, линк на эту информацию, где, безусловно, должны быть даны разъяснения, потому что если это закон, то должны быть даны разъяснения. Так же, как забегая, опять же, вперед с этим выгулом собак, многие пишут мне в комментариях, и многие, кстати, в чате написали, выгул собак дозволен только рядом с домом, но эта информация, внимание, неофициально, она взяна из газеты, из газеты, которая уже таким образом трактует положение закона. Нет в законе, сколько метров я могу со своим домашним животным, питомцем, отойти от дома. Такого нет. Соответственно, когда я задала напрямую вопрос, мне ответило два родителя о том, что непосредственно такой информации и ссылку на нее никто дать мне не может, что если меня остановит патруль, то, соответственно, моя ситуация будет рассматриваться индивидуально, что и логично. И вот то, что я вижу здесь в Италии, в городе своем, это как раз-таки очень разумный и индивидуальный подход прежде всего к жителям этого города, к жителям, которые остались без работы. У нас туристический город, здесь основной приток работы и средств от этой работы, это, конечно же, туризм. И я не верю, что люди, которые сейчас занимают определенный пост, которые должны патрулировать улицы, у которых мои дети играют вместе в футбол с моими детьми, с их детьми точнее, у которых чьи-то дети ходят вместе в бассейн, что они, остановив нас на улице просто потому, что мы идем одни на 100 метров вперед и на 100 метров назад никого нет, они возьмут и нас оштрафуют, либо кого бы то ни было другого. Потому что человеческий фактор сейчас – это очень и очень важно. Я желаю всем своим зрителям сохранять вот это человеческое ощущение самих себя у себя внутри. Действительно, паника, она до добра не доводит это совершенно точно. Я знаю, что сейчас очень многие мои зрители, которые сначала смотрели на все происходящее, как будто бы на ситуацию, которая их не коснется, сами оказались в похожей ситуации. Могу сказать, как человек, который уже длительное время находится вот в такой жизни, в таком ритме, что все нормально, все в принципе, в принципе идет своим чередом. Безусловно, закон нужно уважать, безусловно, закон нужно уважать, но самое главное, самое важное в этой ситуации, наверное, как никогда – не терять свое человеческое лицо, не терять свое гуманное отношение друг к другу, чего я искренне всем желаю. Я желаю встречать это гуманное отношение к себе сейчас, в такие сложные времена, и желаю всем уметь проявлять это гуманное отношение, человеческое отношение, отношение к человеколюбию, ко всем, кого мы встречаем, кто нас окружает так или иначе. Это была Инна Скворцова. Всем пока-пока.